а у нас очередная поездка куда едем увидите потом давай видишь резкость какая хорошая и наводится автоматически вот смотри сразу видишь на этой камере резкость наводит смотри четкость какая не то что на той было я снимал вот недавно пробовал просто нет владимир не снимал так серега проверяем новую камеру работает вроде работает да ладно чего все змей да ну и чего тебе не суть не вы я уже второй день не надо к озеру змеи не надо туда змеи пойдем спокойно да конечно народ мы снова здесь так и все равно под ноги смотри серёж в общем приехали мы опять как она шикшова до приехали за медом вот взяли мед и пошли смотреть церковь тот раз мы ее практически да чё там говорить тот раз мы ее плохо снимали на другую камеру сейчас будем смотреть что здесь сейчас теперь я пошел настращали меня тут своими змеями иду можно сказать очкую через вот такую травищу вот я у этой церкви и возможно сейчас мы даже в нее попадем вовнутрь а как мы попали вовнутрь мы потом расскажем так а но у у у у у у у Продолжение следует... 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 так ну в общем все круто поездка как всегда удалось окошечко в виде бойницы суши а который уже по счету вообще здесь вам может окнат когда твой они кладка целиковая да значит здесь под чего-то где-то то да похоже не знаю смотри тут кладка вообще как начинается самое интересное последняя лесенка вот такая маленькая здесь очень неудобно будет залезать так я не понял это ты звонишь вот мы и наверху на колокольне я буду первой стихи тише не надо не звони народ не пугай можно можно не надо ничего средства лишнее трогать до круто а ты а ты сынок лезьте не хотел сюда смотрите как купола близко круто ну да сейчас я попробую без лесов их снять ну как впечатление сынок а что делать конечно страшно и мне страшно думаешь чем мне не страшно что ли здесь вообще тут круто высотишь как мы тут сейчас мы откроем вам секрет почему мы попали на колокольню и почему открылся церковь как уж там опять забыл его зовут да отец владимир а где я вот отец владимир ему родственникам приходится вот поэтому нас пустили сюда на колокольню ну он все равно какой-то титальный родственник ну а какой ну неважно родственник так что ну все там тоже красивый вид на дорогу в любую сторону здесь красивый вид да это речка какая-то мы через нее ехали ну да и смотри свод такой же эти такие же как на веретевской церкви если присмотреться но это те кто был верить а там в последнее время мало кто на крыше там задрала железная крыша по моему ну да что еще выше а тебе зачем вышли вот таким а ты имеешь ввиду на леса на строителя да не не надо тебе на леса не звони не звони лишний раз а то сейчас все село соберется народ здесь очень интересно хотя это уже нам сказал не раз сейчас будем спускаться вниз а это будет куда веселее чем подниматься наверх и а и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 круто ну да мы у вановской области когда эти отменят роуминг если они его отменят он смотри все-таки палка шатается тоже какая-то какая-то уже 6 ну сколько у меня она дорогая еще хуже чем от дешевая мой телефон ни в одну не лезет так какая там стабилизации ты бы видел их они шатаются если это вот шатается те вот так вот вообще шатаются все ты молодец я уже в провод забыл тихо снимаю дальше где у нас машина а вон она даже не линяешь вот такой тут веселый в общем поехали мы дальше провод пошли мы смотреть чуть построить я так понимаю какая-то часовня на кладбище была судя по всему тоже заброшено давно никому не нужное здание так может она это но это хуйня все это те горю люди в интернете деньги зарабатывают нам не прет деньги зарабатывать на просмотр а им привод никто не знает чуть на самом деле о а вот и вход нашелся так ну да со да что ты будешь делать ну это маленький церковь но на чем это да с мишкой стояли и получается если стоять как мы тогда показывать так вот тут как раз должен быть купол вот опять две эти штуки с этой стороны одна здесь как всегда да откуда эти клопы тут я пока траву двигал телефоном зацепил сайт тут как интересно эти железки стяжки сделаны но добрые душевные люди креста и могильными костры похоже все таки это была маленькая церковь хотя может все таки часовня вот это полукруглая штука на которой я стою а над ней обычно купол главный может и для кур сбивали и звездку кто ж его знает пресс тут практически не осталось так что-то чуть-чуть и вот здесь ветхозаветные люди центральный вход заложен тоже какая-то ниша под чего не чуть не пришло так а но это смс что я в ивановской области ну да похоже как будто кто-то действительно рисовал может тут какие местные сатанисты кого в жертву приносят не зря же он там в алтаре костры из надгробных чего я говорю из могильных крестов вот из таких деревян ну по крайней мере я себя здесь это как фильме вий не ощущаю хотя здесь вот разруха и счета ладно как говорится всем пока поехали мы дальше и и и и а ее уже не видно за лесом да сейчас где она там у нас вон она куха на колокольню который мы лазили